Кому пандемия, а кому время для наживы? В Украине в разгар третьей волны коронавируса процветает торговля ковидными справками. В интернете множество сайтов, которые предлагают фальшивые медицинские сертификаты на все случаи жизни – от освобождения от физкультуры до справок о беременности. С начала пандемии в ассортименте мошенников появились и фейковые тесты на коронавирус. Заполняем форму обратной связи на одном из таких сайтов на вымышленное имя. Уже через минуту нам перезвонювают. Проблем с вызнанием не было, принаймне, тут у нас? Ну, вроде бы нет. Подавали, ну и серьезные фирмы подавали. Позитивный результат, негативный кандидат. Большую справку нам отправляют популярным в Украине сервисам доставки «Новая почта». За подделку на бланке одной из киевских лабораторий платим почти 600 гривен. Это около 20 евро. Настоящие тесты ПЦР немного дороже. Цены на них начинаются от 800 гривен. Это примерно 25 евро. Звоним в лабораторию, которая якобы делала тест. У нас нет такого. У нас вы ничего не сдавали за апрель. По оценкам коммерческого директора украинской лаборатории Синево, в Украине ежедневно подделывают от нескольких сотен до тысячи ковидных справок в день. При этом продавцы фальшивок дискредитируют не только лаборатории, бланки которых они подделывают. Подделки вредят репутации страны в целом. Ведь покупают их часто именно для загранпоездок. Мы можем попасть в такую ситуацию, когда другие страны могут просто отказаться принимать результаты украинских лабораторий, неважно частных или государственных. И это будет накладывать дополнительные расходы на всех путешествующих украинцев. Они будут вынуждены пересдавать за рубежом тест. Полиции уверяют, что активно борются с фальшивками. По данным пресс-офицера Национальной полиции Украины Марьяны Ревы, на конец марта было зарегистрировано 23 уголовных производства по фактам подделки ковидных справок. Если мы говорим о подделке справок, то нарушителей ждет уголовная ответственность в соответствии со статьей 358 Уголовного кодекса Украины. Там предусмотрена ответственность от штрафа до 17 тысяч гривен до пяти лет лишения свободы. Для человека, который использует поддельную справку, также предусмотрена уголовная ответственность от штрафа 850 гривен до двух лет ограничения свободы. Бороться с торговлей поддельными справками в интернете крайне трудно, признают в полиции. Вместо одного заблокированного сайта злоумышленников сразу могут возникнуть два-три новых. Тем временем представители лаборатории, с которыми общались журналисты ДВ, говорят, что комплексно решить проблему позволило бы создание единой базы данных, куда бы все медицинские учреждения передавали результаты тестов.